Кровати, которые обеспечивают условия для здорового сна. Первым в свой проект представили производители различной умной мебели. Те же кровати оборудованы подъемными механизмами, встроенными динамиками, массажером и зарядными устройствами. Для развития предприятия в Нефтекамске необходима поддержка городской администрации. Одна из важных задач – попадание в число резидентов ТАСЭР. Два варианта. Первый – либо вы увеличиваете сейчас штатную численность два раза. То есть, если у вас, допустим, сейчас 50 человек работает, то надо, чтобы работало 100. То есть, после каких-то инвестиций в производство. Если же нет, то лучше, конечно, создавать отдельное предприятие, отдельный цех открывать и под ТАСЭР заходить. Современное чудо техники надо, как говорится, показать лицом. Только негде. Помещений не хватает и для других целей. Вот склад не менее, наверное, 300-500 квадратных метров. У нас нет демонстрационного зала, потому что все сейчас в интернет уходит. Какой-то достойный сделать шоу-рум, чтобы можно было все модели, образцы вставлять. И офисные помещения у нас. У нас два кабинета небольших, по 8 человек, уже не в офисе 5. Эти вопросы вполне решаемы. Кроме выпуска мебели, компания хочет развивать направление производства модульных умных остановок и современных детских игровых площадок. Этому тоже можно найти применение в городе. Например, в программе «Башкирский дворик». Мы в рамках этой программы также будем детские площадки установить. Поэтому, если вы сейчас готовите предложение, как это будет выглядеть, то есть какое-то решение. У нас есть уже предварительные проекты. Вы можете с ними ознакомиться. Для нас важно, чтобы это было современно, то есть в тренде 21 века, в рамках лучших практик. Представители компании обещали подготовить проекты к середине декабря. Следующим вопросом стало вторичное использование полиэтилена и полипропилена. В городе есть небольшое предприятие, которое перерабатывает их в гранулы для дальнейшего производства. 60 тонн в месяц из 80 тонн отходов. Вот только сырье дорого обходится. 50% себестоимости готовой продукции. Мы бы хотели попробовать внедриться в раздельный сбор и начать внедрять его по городу, приучать людей к сортировке и таким образом получать более дешевое сырье. Мы попробуем провести акцию по раздельному сбору пластика. Между школами организуем конкурс, какая школа больше соберет пластика. Чтобы не ограничиваться акцией, авторы идеи предложили установить в школах ящики для сбора пластика и, например, бумаги. Но есть нормы СанПИНа, и их надлежит строго придерживаться. Школа может помочь воспитать в детях привычку разделять мусор, но сама не должна стать его складом. Третьим гостем встречи стал житель Гидели. Он обратился к администрации Нефтекамска, потому что хочет наладить производство лодок и, возможно, организовать прокат на облагороженном озере Светлое. А пока длится зима, необходимо отремонтировать столярный цех. Идею одобрили. Это была 22-я встреча в формате предпринимательского часа. В завершении Ратмир Мавлиев дал поручение проанализировать работу за все время и подвести промежуточные итоги.